Привет! В этом видео я буду продолжать показывать вам все свои законченные работы и накопленную за два года коллекцию раскрасок. Если вы не видели первую часть, то ссылка будет внизу в инфобоксе и в верхнем правом углу. Начнем мы с магии Рождества Лиззи Мэри Каллен. Раскраска, на мой взгляд, обязательный must-have для раскрашивания в декабре. А иногда очень хочется устроить и Рождество в июле. Очень такая популярная тенденция раскрашивать посредине лета какую-то рождественскую картинку. Может быть и я в этом месте что-то такое устрою. Но пока покажу вам то, что у меня уже заполнено. Это книжка от Альпины. Мне нравится ее качество. Бумага стала гораздо лучше, чем в магии городов. На ней ингтенсы гораздо лучше размываются. Она не такая пористая. Кажется, что она более гладкая. Одним словом, подходит гораздо лучше. Я очень люблю эту раскраску, потому что здесь представлены разные сюжеты. И Рождество религиозное. И какие-то национальные праздники. И более забавные картинки с юмором, посвященные Рождеству. И известное литературное произведение. И конечно же мне нравится то, что страницы весьма детально заполнены. Изображения с большим количеством деталей. Это как раз мой любимый вариант. И эта книжка представляет собой разительный контраст. Со следующими раскрасками, которые начала рисовать и выпускать Лиззи Мэри. И для меня магия Рождества стоит на первом месте среди ее книг. Вместе с Magical Journey. Ну а на втором месте, конечно же, магия городов. Я в этой раскраске иногда применяла какие-то нестандартные технологии. Например, здесь эмбосинг. То, что я подчеркнула из скраббукинга и применила в раскрашивании. Это был очень интересный опыт. Также эта раскраска позволила мне даже узнать какие-то новые рождественские традиции стран, о которых я и не очень-то хорошо знала. Поэтому раскрашивать иногда тоже полезно и познавательно. Я с нетерпением жду декабря, когда я снова примусь за эту книгу. И я очень рада, что у меня в коллекции есть книги с новогодними рождественскими картинками в разном стиле. Иногда, когда у тебя меньше времени, можно взяться за магию Рождества. Или же за картинку от Эмили Оберг, какого-то ее снежного тролика раскрасить. А если времени побольше, можно сделать что-то из канока и гузы. Но пока посмотрим еще две раскраски от Лиззи Мэри Каллен, которые мне подарили мои зрители. Лиззи Мэри выпустила три книги, посвященные пословицам и поговоркам Испании, Франции и Англии. Но у меня есть только Англия и Франция. Не могу сказать, что я большой фанат этих книг. Англия мне очень нравится. Франция чуть меньше. К сожалению, пока в английской книжке я раскрасила вот это «Аббатство Даунтон». Думаю, что его узнают все. И еще одно «Сердечко ко дню Святого Валентина». А во французской книжке вообще только одну картинку. Вначале они немного удивляли меня тем, что бумага в них тонкая. Это Лиззи Мэри сменила издателя. И эти книги выпускались не той же компанией, которую делала «Мэджикл Джорни». Но Ингтейнсы работают на этой бумаге неплохо. Нужно, конечно, только не лить большое количество воды. Следующая моя любимица. Это вот этот элегантный дамский журнал. Не могу по-иному назвать эту раскраску. Лейла Дюли. Мой, несомненный, фаворит среди авторов. Очень высоко в моем личном списке. Где-то, наверное, наравне с Томичем. Единственное, что у нее просто узкая специфика. Она не так универсальна, как Томич или Канока Ягуза. Но ее мастерство в ее области, в рисовании цветов, это нечто. Они у нее сами по себе очень красивы и реалистичны. Их элементарно абсолютно раскрашивать. Там уже намечены тени. Сразу все понятно. И мне нравится, с каким искусством у нее составлены букеты. То есть у нее, кроме таланта художника, еще талант флориста. И благодаря этой раскраске состоялось мое знакомство с полихромосами. Потому что мне не хватало призм для того, чтобы ее раскрашивать реалистично. Во-первых, у меня был тогда только набор 132 цвета призм. А моих самых любимых зеленых, как раз в наборе 132 нет. Они входят только в 150. И хотелось мне менее врывиглазных оттенков. Конечно же, карандаши потверже. Поскольку здесь огромное количество тонких мелких веточек, крохотных лепесточков. И именно для этой книжки я купила себе где-то 10 или 12 зеленых полихромосов. И вот ими раскрашивать эту книжку еще больше удовольствия, чем призмами. Но мне нравится и так, и так. Также я здесь применяю часто свои фабер-кастел пид-пены. Для выделения каких-то небольших деталей, цветочков, тычинок, каких-то ярких пятнышек, какой-то текстуры. Я очень люблю пид-пены. Это фломастеры единственные, которые я использую в своем раскрашивании. Больше я фломастерами не раскрашиваю. А пид-пены так здорово сочетаются со всеми карандашами, что при нанесении, и не видно, что это карандаш, что это фломастер, они очень мягко и без резких границ наносятся. И у них очень естественные оттенки и чудесный, очень помогающий тонкий кончик. Это книжка, которую я активно заполняю. И тоже, которая стоит у меня в очереди на то, чтобы когда-нибудь быть законченной. Надеюсь, что мне удастся совершить такой подвиг. Дальше на моем раскрасочном пути повстречалось шведское издательство Printworks Market. Если бы они мне не прислали эту книгу на обзор, я бы никогда ее себе не купила. Она не нравилась мне, когда я смотрела на нее обзоры, но как только она попала мне в руки, это была любовь с первого взгляда. На первый взгляд, ее стиль кажется мне совершенно несуразным, очень простеньким, но при раскрашивании эта простота, она превращается в очень милые и очень несложные картинки, которые самодостаточны, не всегда требуют сложного фона. Как раз здесь я пыталась сделать фон акварелью, и у меня это не очень вышло. И я поняла, что в этой книге мне нравится делать фоны простые, хоть и яркие. Иллюстрации эти меня каждый раз покоряют, и это раскраска, с которой я просто отдыхаю душой. Поэтому я очень счастлива, что эта книжка у меня есть. Теперь это очень редкая книга, поскольку ее не допечатывают, она не вышла в английском издании. Так что я поздравляю тех, у кого она есть в коллекции, и радуюсь за себя, за то, что у меня она есть. И в ней здорово очень, как оказалось, работают мои Derwent Colorsoft. Это будет еще одна книга, в которой я постараюсь их применять почаще. Поскольку, конечно, с появлением призм, у меня все остальные карандаши отошли на второй план. И еще здесь очень здорово работают Derwent Drawing, и по их приглушенной палитре они очень здорово сочетаются с этой шведской книгой и со стилистикой. Теперь посмотрим книжки автора, которого я не особо люблю, Мария Тролле. Ее первая книга нравится мне меньше всего. Я довольна здесь только одной работой. На этого кота вообще страшно смотреть какой-то кот-привидение. Кот Баскервилли, я его, честно говоря, называю. Нравится мне только вот эта иллюстрация. Я честно скажу, что я вообще редко запарываю картинки так, чтобы я просто была полностью недовольна результатом. И по числу запоротых картинок именно Мария Тролле у меня держит пальму первенства. Даже если работа идет хорошо, я потом умудряюсь сделать что-то такое, что окончательно эту картинку портит. И, может быть, это наложило свой отпечаток на мое отношение к книжкам Тролля. Вот этот букет раскрашивался успешно, пока я не решила поэкспериментировать с фоном. И как раз это привело к не особо радующим меня результатам. Следующая книжка Nightfall, по-моему, она называется по-английски, а по-русски я точно не знаю, как ее перевели. Но она чуть лучше, девочки в ней. Ну, довольно милая. По крайней мере, их просто раскрашивать, без затей так. И я не сильно заморачивалась с фонами, применяла пастель, поэтому раскрашивала эти картинки очень быстро. Но сделано у меня здесь всего три иллюстрации. Девочка вечерняя, летняя. Вот эта картинка, на которой я тестировала карандаши от Printworks Market. Они, кстати, выпускают карандаши, хоть и небольшие наборы, но карандаши хорошего качества на масляной основе. Мне мой наборчик нравится. И вот эта девочка весенняя. Раскрашивала я полностью призмами. По-моему, даже фон делала ими. Есть у меня в коллекции и третья книга от Марии Тролли. Думаю, что я в ближайшее время что-то отсюда раскрашу, поскольку мне она кажется чуть лучше, чем две первые. И, конечно же, будем переходить к Ханне. Раскраски Ханны мне понравились сразу же, как только они вышли. У нее абсолютно неповторимый стиль и, конечно же, качество этих книг просто замечательное. Две первые у меня в английском издании, а остальные в шведском. Пока у меня не появились карандаши призмаколор, я не особо любила раскрашивать Ханну. Мне было достаточно любоваться картинками. Даже колорсофты ложились на эту бумагу так, что нужно было достаточно сильно тереть блендером. И я постоянно была в сомнениях, как сделать фон, потому что акварелью я еще боялась особо экспериментировать и делать фоны с большим количеством воды. Эту картинку я раскрашивала калинами и, по-моему, тоже добавляла колорсофты. Фон тоже карандашами делала и это было очень долго, нудно, мне не нравилось. Фон пастелью это слишком просто. Вот это тоже полностью сделано колорсофтами. И еще меня смущало то, что, конечно же, когда эти книги появились на рынке, то весь мир их принялся раскрашивать и ты видишь столько красивых работ, что когда сам пытаешься что-то раскрасить, тебе кажется, что все твои идеи, они уже не твои. И что ты это где-то уже видел. Это тоже полностью карандаши калин. И, может быть, немного фаберка стелл эко. Это одна из последних работ. Здесь фон сделан акрилом, а все остальное призмы. И еще немного добавлена перламутровая акварель. Эта картинка полностью сделана инктенсами на 100%. Но когда у меня появились призмы, а уж тем более сейчас, когда у меня появились неоколоры, и я стала более свободно обращаться с акварелью, Ханна это мой снова вернувшийся ко мне фаворит. Она снова вернулась в топ моих любимых книг. Теперь я не боюсь ее раскрашивать. У меня куча идей, которые у меня кружатся в голове, когда я смотрю на все книжки. Но Daydreams у меня наименее любимая пока. Хотя здесь есть какие-то иллюстрации, которые мне все еще хочется раскрасить. Но повторюсь, я так много уже видела вариантов раскрашенных картинок из Daydreams, что просто не так интересно их красить, как те книжки, которые пока еще не так популярны, ну скажем так, не так заезжены. Кстати, у меня есть особенность, я почти никогда не раскрашиваю титульные странички. Еще более ужасная особенность, я люблю на этих титульных страничках тестировать материалы. Иногда это не особо круто выглядит, если тестирование прошло не особо удачно. В книжке Summer Nights у меня есть много иллюстраций, которые мне нравятся. Например, вот эта. По-моему, это уже призмы. И, конечно, фон акрилом. Это довольно простенькая. Той же фон пастелью. Насколько я помню, это была одна из первых иллюстраций. После того, как я получила призмы. Это колорсофты полностью. А вот это была самая первая картинка, которую я раскрасила, когда купила себе набор призм 132 карандаша. Это, конечно, было просто шокирующий для меня опыт, когда я их попробовала, когда я посмотрела на то, как они смешиваются, как они накладываются между собой. Я поняла, что они идеально подходят для моей любимой техники быстрого раскрашивания, когда я не люблю накладывать очень много слоев. И мне нравится, что за максимум 2 слоя я могу полностью перекрыть бумагу без каких-то белых проплешинок. А уж с помощью блендера и белого карандаша можно вообще творить чудеса. Рассветный час я могу на данный момент назвать своей настольной книгой. Я запланировала кучу проектов в ней. И это один из немногих случаев, когда у меня раскрашено и мне даже нравится титульная страница. Здесь я по полной программе комбинирую разные материалы. Где-то здесь полностью только призмы, как вот здесь. Но в большинстве случаев у меня сделан фон акварелью, обычной и перламутровой. Где-то фон сделан с помощью мелков неоколор. Здесь смесь пастели и призм. И я все больше убеждаюсь в том, что это моя любимая техника. Намешать как можно больше материалов. И разница текстур и разница оттенков позволяет создавать наиболее красивые работы. Так, чтобы действительно можно было с помощью красивых рисунков Ханны какую-то создать волшебную картинку, что-то интересное. И поэкспериментировать с техниками. Конечно, еще раз могу сказать, что со временем, когда ты постепенно накапливаешь художественные материалы, это помогает в раскрашивании. Конечно, материалы не будут рисовать за вас, но все-таки расширяя ассортимент, комбинируя их, понимая, что вам не хватает, можно помочь себе раскрашивать более быстро, более успешно и как-то повышать свое мастерство, понимая особенности материала. Так что, если вы чувствуете, что раскрашивание затянуло вас надолго, я очень советую обзавестись хотя бы минимальным набором, но разных материалов. Белой гуашью, небольшим набором мягкой, но яркой пастели, тех оттенков, которые вы больше всего любите раскрашивать, набором акварельных красок и экспериментировать. Многие люди, как я читаю на форумах, боятся, что они что-то испортят. Но я смотрю на свои книжки, сколько у них незаполненных страниц, и я понимаю, что, по крайней мере, от страха испортить что-то я давно избавилась. Здесь столько похожих картинок, что даже если я испорчу одну, я смогу вынести из этого какой-то позитивный опыт, я пойму, что пошло не так, и на другой иллюстрации я просто повторю, и у меня получится лучше. Во временах года у меня раскрашены только две картинки, но они мне нравятся. Эта девушка была, пожалуй, моей самой любимой иллюстрацией в этой раскраске. Времена года мне нравятся, но все-таки это не лучшая ее книга. Мне, кстати, нравятся в ней осенние и зимние сезоны больше всего, поэтому я надеюсь, что с сентября я заполню в ней чуть больше страничек. Вот шкатулка с драгоценностями – это определенно моя новая любовь наравне с волшебным рассветом, рассветным часом, да. И хотя я сделала здесь всего один разворот, эта книжка очень меня вдохновляет, и я надеюсь, что в ближайшее время я тоже сделаю из нее несколько новых картинок. Я ничего не слышала о художнице Деннис Клетт, пока мне подписчица не подарила две ее книжки. И первая раскраска о феях мне просто нравится, а вот русалок я обожаю. У нее неповторимый стиль, у нее совершенно очаровательные птички, кролики, свинюшки, которые являются компаньонами фей и русалок. И если феи раскрашивать не особо просто, потому что у них большие фоны, но я думаю, что теперь с появлением у меня гуаши и неоколоров эта проблема снята, то в русалках и этой проблемы нет, там почти все странички хорошо заполнены деталями. И еще эти книжки классного качества. Видите, что картинки односторонние, бумага в них толстая. Я люблю работать акварелью, опять же, для первого слоя, для фона, а потом уже дорабатывать карандашами. И еще девицы у нее просто невероятно позитивные. Там есть и толстушки, и пиратки, поэтому русалки неформатные, но доставляющие огромное удовольствие в процессе раскрашивания. Здесь все как обычно, акварель и призмы. И, кстати, я очень жду новую книжку от Деннис Клетт, которая должна выйти осенью. Это будет книжка о гномиках. Деннис уже показывал у себя в фейсбуке, в инстаграме. Небольшие превью. И, конечно, это совершенно невероятно милое создание. Ну, это можно было уже предсказать и потому, какие у нее симпатичные птички и остальные животные. Так что гномики получились тоже на ура. Раскраска сделана с юмором. И хоть я уже больше года не покупала ни одной раскраски, но раскраску от Деннис Клетт я определенно куплю, как только она появится в продаже. Посмотрю на Амазоне или же на Book Depository. Еще одна книжка, которая мне очень нравится. Это таинственная библиотека. Вначале она мне понравилась своими сюжетами. Мне ее тоже подарила подписчица. И я вначале была заинтересована, потому что мне нравится раскрашивать как раз иллюстрации. Когда я понимаю, о чем сюжет. Мне просто нравится подбирать цветовое сочетание. И я чувствую себя, как будто я действительно, ну так, подобие иллюстратора, знаете. Но потом я поняла, что эта книжка, несмотря на то, что у нее двухсторонние картинки, вполне может выдерживать акварель. И что это очень расширяет мои возможности. По изготовлению в ней, скажем так, интересных картинок. Потому что большие развороты здесь. И карандашами, конечно, можно огромное количество времени потратить. Но акварель ложится вполне нормально. Может быть не особо красивая. Можно сделать переходы. Но если покрывать потом карандашами, то проблем с протеканием нету. Конечно, можно использовать гуаши и акрил. И в ней очень хорошо работали мои колорсофты. Тоже одна из раскрасок, куда их можно применить. Мне нравятся здесь все мои работы. Планирую тоже к этой книжке вернуться в ближайшее время. И нужно будет, кстати, посмотреть. Хотя шансы невелики. Но может быть этот автор тоже что-то новое выпустит. Хотя вряд ли. И мой фаворит. Томислав Томич. Это мой любимый автор. Думаю, что если вы смотрите мой канал хотя бы несколько месяцев, то вы знаете это. Может быть у меня здесь сделано немного работ. Но они мне нравятся. Мне нравится и просто рассматривать его иллюстрации. И в раскрасках. И я люблю смотреть на просто его художественные работы, которые можно посмотреть в интернете. На то, как он иллюстрирует детские сказки, детские книжки. Я была бы просто счастлива. Даже если бы у меня была только одна эта раскраска. Я могла бы на ней сосредоточиться. И раскрашивать волшебный мир, который Томич для нас создал. У меня издание оригинальное, хорватское. Оно не позволяет использовать в нем акварель. Но, честно говоря, мне этого и не хочется. Мне нравится медитативно раскрашивать все эти мелкие объекты с помощью призм. Так что я довольна своими книжками. Это, наверное, один из самых замечательных подарков, которые я получала от подписчиков. Просто моей радости не было предела. Этот разворот я раскрашивала на свой день рождения в прошлом году, в августе. Есть у меня и Вилен Сан. Но я еще не делала здесь ни одной работы. Я не знаю, чего я жду. Я просто радуюсь того, что она у меня есть. Еще один топовый для меня автор. Это Канока Ягуза и ее «Rhapsody in the Forest» и «Минуэ Дебонер». Обе книжки для меня одинаково замечательные. Я не могу отдать какое-то одно из них предпочтение. Я их обожаю за разнообразие сюжетов. И, конечно, за огромный талант автора. Она в равной степени талантливо рисует и животных, и цветы, и какие-то объекты. И компонует это все в иллюстрации, которые тоже не требуют дорисовки. Очень интересная по тематике, разнообразная. Можно найти и какие-то сезонные картинки. И петтерны, если вам нравится раскрашивать повторяющиеся узоры и объекты. Они не сложные, поскольку уже намечены здесь объем и тени. И, конечно, замечательное качество бумаги. Можно работать и акварелью, и всеми видами карандашей. И мягче, и тверже. Раскрашивать в ней пушистиков – это мое любимое занятие. И, конечно, здесь замечательные новогодние картинки. Я в прошлом году успела сделать всего две, но надеюсь, что в этом году у меня будет побольше времени. И хотя бы вот эту картинку с елкой, например, и в другой книжке. Красивый разворот с новогодней рождественской церковью я тоже обязательно сделаю. Замечательные осенние иллюстрации. Я уже себе напланировала, как я буду их осенью раскрашивать. Но есть и летняя тематика. Это тоже одна из книг, которые я называю. Заведите себе одну качественную раскраску от Канока, и вам не нужно будет покупать 20 других. Она детальная, ее хватит вам надолго, и она вам не надоест. Эту раскраску прислал мне художник Александр Варт. Она очень необычная, называется Айяваска. Посвящена она, скажем так, ритуалу расширения сознания индейцами Южной Америки с употреблением определенных трав, напитка из этих трав. Необычный сюжет, качество среднее, но прорисовка интересная, и я сделала в ней пару картинок. Точно так же весьма необычная раскраска о толстушках. Юлия Вонг, у нее целая серия этих книг. Мне приглянулось именно эта, которая посвящена тому, что толстушки представлены в виде героинь разных известных полотен и раскрашивала я акрилом. Есть у меня Фэрри Лэйн, Элейн от Барбары Ланца, которую я совсем не раскрашивала еще. Есть у меня вот эта странноватая немного книжка про страну Учайну, где все иллюстрации повторяются два раза, и пока я сделала только картинку к Хэллоуину с симпатичной тыквой. И из серии шведских книг у меня есть нетронутая книжка о разных мифологических существах, она интересная, к сожалению, не популярная, и именно из-за этого я все никак до нее не доберусь, потому что я все время снимаю видео на более популярные раскраски, раскрашиваю именно их. Есть у меня книжка от голландской художницы Масси Вандерберг, и тоже, если вы любите Голландию, вам эта книжка доставит большое удовольствие, там есть и изразцы, и узоры, и очень хорошее качество. Появилась у меня и новая раскраска от Джоанны. Мне ее как-то реально сложно раскрашивать, если я хочу раскрашивать качественно, добавляя что-то креативное, и поэтому двигается она у меня не особо быстро. А вот эта смешная раскраска про поиски похитителя лампочек, напротив, стала одной из моих любимец. И по качеству ее толстая бумага, это просто нечто очень приятное в работе. И по сюжетам, которые одновременно и совсем небольшие, занимают немного времени, и они достаточно интересные. Можно и попрактиковаться, и полюбоваться на то, как мастерски здесь художник в разных ракурсах изображает объекты. Очень как раз интересно именно с точки зрения иллюстрации. Совсем не однообразная, и книжка мне это очень нравится. Также у меня есть коллекция акварельных раскрасок. У Джейд Гидеон всего 4 книги, у меня есть только 3. Рейнфорест Эскейп у меня нету, но и этих трех хватит на всю жизнь, потому что они толстенные. И я их обожаю за то, на какой бумаге они напечатаны. Это настоящая акварельная бумага с очень приятной текстурой, плотная. И моей любимицей является Тайланд Эскейп. В карнавале я раскрасила одну картинку, а вот таиландская книжка это просто моя любовь. Я понимаю, что я уже это повторила относительно много книг. Такая вот я девушка любвеобильная, но что делать, если раскрасок у меня много, и действительно я оставляю себе только те книжки, которые мне искренне нравятся, и которые я совершенно не устаю нахваливать, и которые мне не надоедают. И даже если они какое-то время вылеживаются, потом я радостно к ним возвращаюсь. В тайской книжке у меня готовы 3 иллюстрации. Конечно, я полностью раскрашиваю акварелью, раз уж есть такая возможность попрактиковаться. Такая замечательная бумага. Я очень счастлива, что они у меня есть. И как бы мне хотелось, чтобы все больше в нас выходило книг именно в таком качестве, когда можно не задумываться над ограничениями в материалах, чтобы качество книги не ограничивало наш полет фантазии. Еще одна акварельная раскраска, которая у меня есть, это от Кейти Райс. Эту книжку можно даже в какой-то степени назвать учебником, потому что у нее есть небольшое предисловие, где Кейти предлагает на отдельных страничках тренировать акварельные приемы, где-то лессировки, где-то работы по-мокрому. И картинки повторяются два раза. Для тех, кто с первого раза не особо удачную картинку создал. Еще две очень классные книжки, очень крутые и по изданию, и по иллюстрации. Вот эти драконы я всем советую, если вы любите такую тематику, то это просто must-have. Мне нравятся и работы автора, и качество. Здесь я делала фон акварелью, а потом дорабатывала призмами. Да, я хотела сказать, что внизу в инфобоксе и в комментариях я постараюсь оставить ссылки и на плейлист, где вы можете посмотреть обзоры на отдельные книжки, посмотреть, как именно правильно они называются на английском, имя автора, и ссылки дам на то, где их можно купить, в зависимости от того, где вы живете. Можно посмотреть, если вам какая-то раскраска понравилась, где ее удобнее приобрести. А это была книжка Русалки от Джозефин Волл и тоже, к сожалению, только одна раскрашенная иллюстрация. Так же, как в этой гигантской раскраске по сериалу Игра престолов. Не знаю, почему я выбрала эту, но мне очень нравится результат, наверное, потому что я не боялась его испортить. Не так, как испортить более главных персонажей. И думаю, что когда будет приближаться новый сезон, я, конечно же, раскрашу еще что-то в этой книге. А пока покажу вам подборку журналов от Coloring Haven. Я очень рада своему знакомству с этими журналами. Каждый месяц я жду свой экземпляр с нетерпением, какого же автора выберет на этот раз редакция, чем она нас порадует. Каждый раз я открываю пакет как полный сюрприз. Ну, я стараюсь не подглядывать в обзоры других блогеров на YouTube, которые получают эти журналы чуть раньше. И пока меня ни один номер не разочаровал. Да, какие-то мне подходят больше по стилю, какие-то меньше. Я себе оставляю не все журналы, но те, что добавились в мою коллекцию, мне очень нравятся. Так, у меня есть сказки Fairy Tale от Ханны Лин. У меня есть сборник лучшего за предыдущий год, где я сделала вот эти две иллюстрации. А, это были мифы и магия, как раз наоборот. В сборнике я не делала еще ни одной иллюстрации, я только любую Симе, потому что там очень красивые картинки. Вот этот последний выпуск о мифологии американских индейцев в аниме и книжке Зан Вон Зет я тоже еще ничего не раскрашивала, но благодаря этим журналам я, по крайней мере, узнала об этих очень интересных художниках. Последняя книжка, которая добавилась в мою коллекцию, это August Revery. Книжка средняя по качеству, но интересная в плане художественного решения, в плане того, что можно попрактиковаться раскрашивать лица. Теперь перейдем к раскраскам от Анастасии Колдаревой. Думаю, что их знают все. Они изумительно красивые, они качественно сделаны. Можно только гордиться тем, что они стали популярными во всем раскрашивательном YouTube, не только на русскоязычном. Очень любят их и зарубежные блогеры раскрашивать. Я не могу сказать, какую из двух книг я люблю больше. Я рада тому, что я могу в них использовать свою любимую технику акварель и карандаши. Бумага отличная. И, кстати, Анастасия недавно выпустила третью книгу, так что, если вы являетесь поклонником ее стиля, то можете зайти к ней на сайт или же в Instagram и посмотреть, чем же Анастасия порадовала нас в своей третьей раскраске. Мы двигаемся по направлению раскрасок в стиле фэнтези. Это книжка от Энн Стоукс. Я здесь пока ничего не раскрасила, но зато у меня есть раскраски открытки от этой же художницы. Они напечатаны на акварельной бумаге и повторяют сюжеты, которые есть в книжке. И теми двумя картинками, которые я сделала, я очень горжусь, потому что они полностью раскрашены акварелью. И это была моя первая попытка, удачная попытка раскрасить людей и лица акварелью. До этого я раскрашивала на бумаге, которая мало подходила для акварели, поэтому люди были, ну мягко говоря, пятнистые и выглядели нездоровыми. А вот эти две девушки меня очень порадовали, я довольна результатом и мне нравится стиль Энн Стоукс. Браер это моя такая же наверное любовь, как Томислав Томич. Конечно, эта книжка не такая объемная по количеству иллюстраций, но мне нравится тематика, у нее тоже хорошее качество и жаль, что она не особо популярна на ютюбе. Гарден Фейрис Садовая фея от Мэлли Харрисон это серая раскраска, я ее не раскрашивала, у меня была первая неудачная попытка что-то там сделать, я не совсем поняла, какие материалы лучше использовать, но может быть я теперь вернусь к ней и попробую использовать там неоколоры и гуашь как материалы кроющие эта книжка которая мне вначале была не совсем понятна принцесса-невеста но потом я поняла что даже несмотря на то что я не смотрела собственно фильм есть иллюстрации которые вполне интересны в плане построения в плане того чтобы тоже попрактиковаться красивая по собственно компоновке и качество книги очень хорошее это от того же издательства которое выпускает бьюти хоррор поэтому отличная бумага тоже можно работать акварелью и всеми материалами поэтому у меня это раскраска для практики а вот и бьюти хоррор у меня номер 2 пока я ничего в ней не раскрашивала но приоткрою завесу я начала там раскрашивать это книжка от Джейн Катс о салатных сонатах и луноцветных кошечках и следующая это раскраска пекарская дюжина которую я буду раскрашивать к новому году и сборник раскрасок от пеппин пресс которая предназначена для раскрашивания маркерами и акварелью там тоже особо показывать вам нечего можете если они вам интересны посмотреть обзоры там я иллюстрации особо еще не закончила они очень большие по размерам мне кажется что еще какие-то раскраски я забыла принести вам показать но по крайней мере это все мои законченные работы так что самое интересное я вам рассказала и показала еще раз хочу сказать большое спасибо всем моим зрителям и тем кто со мной давно с моих первых работ и тем кто присоединился недавно тем кто оставляет конструктивные комментарии тем кто смотрит молча конечно же я очень люблю когда мне пишут что мои видео чем-то оказываются полезными что они вдохновляют вас взяться за раскраски вдохновляют поэкспериментировать не боятся попробовать новые материалы и это для меня самая лучшая похвала также желаю вам чтобы ваши близкие всегда оказывали вам поддержку в вашем творчестве чтобы вас не покидало вдохновение и чтобы вы забыли слова я боюсь испортить раскраску мне здесь ничего страшного нужно просто расслабиться и красить а там уже получится или не получится не важно значит получится завтра всем спасибо за просмотр если есть какие-то вопросы касательно раскрасок или же нужно видео по конкретной иллюстрации то пишите в комментариях всем пока и скоро увидимся субтитры субтитры